Друзья, всем привет! Вы на канале Зера и Зарева. Спасибо, что смотрите нас, кто видит нас впервые. Подписывайтесь, лайкайте и ставьте колокольчик, чтобы первыми увидеть наши новые выпуски. Благодаря вашим подпискам на наш канал и вашей активности, YouTube выводит видео в рекомендованные и про историю крымских татар узнает больше людей. Ну и, конечно же, комментируйте. Благодаря вашей активности нам хочется больше снимать. В этом выпуске вы узнаете о том, почему фонтаны имели такое важное значение для крымских татар. Какой крымско-татарский навык помогал создавать фонтаны и какая поддержка осуществлялась на государственном уровне. Давайте уже начинать. В старину можно было встретить множество фонтан, где любой путник мог утолить жажду. Из-за дефицита пресной воды фонтаны старались строить везде, в городах, селах, горах и степях. Из воспоминаний путешественников известно, что в одном только Бахчизрае их близко сотни. Воду для фонтанов чаще всего добывали из родников, а в тех местах, где таких источников не было, вырывали колодца. Крымские татары умели легко находить источники воды. Этот навык передавался из поколения в поколение. Именно поэтому в Крыму было много фонтанов и колодцев. Наши предки доставали воду из глубоких колодцев с помощью лошадей. Животные привязывали колесу для колодца, которое крепилось параллельно поверхности земли и водили по кругу. Таким образом лошадь приводила в движение систему веревок и два кожаных мешка бурдюка. Бурдюки двигались навстречу друг другу, полный вверх, пустой вниз. Фотограф данного снимка Герберт Лист из коллекции Низами Ибраимова. Академик Палас в своем путешествии по Крыму в 1793 и 1794 сообщает. Самое лучшее, что заслуживает похвалы в Борчисарая, равно как и во всех татарских городах, это водопроводы. Кстати, про водопроводы, коммунальные городские системы у нас будет отдельный выпуск. Но это в следующих выпусках. А пока продолжаем цитату путешественника. Вода проведена глиняными трубами с отдаленных гор и постоянно льется. Частью в резервуары, частью в красивые бассейны, откуда она вытекает подземным каналом в Чурюксу. Все водопроводы по татарским законам содержатся на общественный счет в отдельном порядке. Так и есть, крымские татары с особой заботой следили за чистотой фонтанов, чешме, которых в Крыму, как вы уже успели убедиться, было очень много. У наших предков действительно была должность смотрителя за фонтанами. Им мог стать только уважаемый человек. Он получал жалования и средств, отпускаемых на содержание фонтанов города или села. Возможно, и у вас есть информация о фонтанах Крыма. Пишите внизу. Нам очень интересно. А мы расскажем нашу историю из детства. Когда наш народ возвращался на родину, в Крым, это было, кто не помнит, при распаде СССР, наша семья сначала жила в районе Белогорск. Недалеко от нашего дома было чешме, заброшенное, но для нас красивое. Если присмотреться, можно было увидеть восточный узор и надпись. Фонтан состоял из двух ярусов. Казалось, что в верхнем ярусе была вода холоднее и жестче по вкусу, а в нижнем более мягче. Возможно, нам, как детям, это только казалось, но не в этом суть. Важно то, что мы успели застать фонтаны и родники своих предков. Мы часто играли у родника. Когда нам снились плохие сны, наша она нам советовала рассказывать плохие сны роднику. И вода уносила их куда-то в глубину метра земли. Вот такие вот у нас воспоминания из крымского детства. А какие у вас? Делитесь на... Спасибо, что досмотрели этот выпуск. До конца, в следующем выпуске, вы узнаете, чем отличались фонтаны друг от друга. И какой сакральный смысл закладывался в сооружении каждого фонтана в Крыму. Это очень-очень интересно. Чтобы не пропустить наш выпуск, кто не подписан, обязательно подпишитесь. Кликайте на колокольчик и также пишите, какие бы вы хотели, чтобы мы обсудили новые темы. Кори шеремость. Чого сауна у нас? Пока!